В час пик ты выходишь на улицу, где люди возвращаются с работы, еще что-то, и ты просто берешь, не идешь с потока, а просто останавливаешься и смотришь, без музыки, без всего, это просто попробуйте как-нибудь встать, не знаю, там на вайне во время потока, 5 часов, 5-6, или, допустим, какой-то праздник, вот у нас будет Урал Мюзик Най 24 числа, это не реклама, но, вот, просто попробуйте встать и посмотреть вокруг, что происходит. Люди несутся, просто огромным по-другому, они ничего не учат, и только единицы стоят и находятся в магии, и, на самом деле, это искусство, огромное искусство, и нам, которое со временем нужно обрабатывать, чтобы просто в какой-то момент оставлять место, просто сказать «стоп», я сейчас изучаю такую интересную нет, называется «магия слова нет». Это не только отказ себе, отказ окружающим, оставление границ, барьеров, и вот как раз здесь, как раз момент остановиться, это в какой-то момент сказать «себе нет». Никуда не идти, просто остаться, просто остановиться, вот, и как раз если говорить про то, что промежуток, с которого мы начали, между двумя причинами, что имеющие уши, то есть они хотят услышать, но не слышат, они хотят увидеть, но не видят. Это тот момент, когда мы вроде слышим, то есть звук идет, вот сейчас звук идет, он может быть раз, он может быть близкий, но реально услышать, то есть информацию, которую мы сейчас учат, не всегда получается, потому что не всегда вы видите. И то же самое, то, что мы можем видеть, на самом деле, может быть не тем, что есть на самом деле. Наверное, каждый из нас сталкивался с такой вещью, как клеймо. Когда ты приходишь, допустим, новый коллектив поставился на работу, и тебе говорят, вот с этим человеком не общайся, он там, ну, не очень хороший, он когда-то поступил, а у тебя с ним нет никаких отношений, ты не знаешь, кто он. Но тебе уже передают это клеймо. Но когда ты начинаешь реально с ним разговаривать, ну, ты его не видишь, этого клейма. Обычный человек, и так, то клеймо, которое есть, зачастую, он даже не оправдывает. Просто кто-то пустил какой-то слух, или еще что. Тема сплетчин, на самом деле, это тема отдельного урока. Но вот тема сплетчин, это как раз та тема, которая на сегодняшний день, она переросла в медиа. В интернете куча непроверенной информации, это что, сплетни. Кто-то что-то сказал, сделал красивую картинку, и это разошлось. Я не знаю, по-моему, о смерти какого-то певца, транслировалось на протяжении месяца, хотя он был просто в отпуске за границей. Он вернулся и говорит, так вы живы, что ли? Я говорю, а почему это? Он на нем заработает, там именно похороны собирает, машины. Ну вот, и на самом деле, я подхожу уже к завершению. У нас осталась последняя семена, насеянная в хорошую почву. И, знаете, мы не так давно проходили тему здоровых отношений, что значит здоровые отношения. Я не знаю, кто помнит эту тему, но вы можете найти на сайте на нашем «Хорошие новости» и на нашем петербургском сайте заходите. И это очень похоже, когда мы умеем правильно наставлять границы. Мы слушаем, мы слышим. И создавая вот этот вау-эффект, находясь в эпицентре происходящего, это приносит плоды. Это приносит плоды покаяния. Это приносит плоды исповедения. Это приносит плоды духовного роста. Но самое простое, то, что у нас есть, мы можем привести каждое слое. Если это учеба, мы понимаем, о чем мы слышим. Если это работа, наша производительность выше. И мы просто добиваемся из потока. Это заметно. Это замечают другие. Это замечает Господь. И мой сегодняшний год хотел, скажем так, подытожить, собрать все в единое. Самая лучшая формула, которую Господь на протяжении всей Библии проносит красной линией, это то, что мы должны вначале возлюбить Господа, а потом возбить ближе. Но в моменте. Не потом. Не завтра. Везде сказано. Даже когда про конфликты говорится, до заката солнца. Вы нигде не увидите в Библии, где говорится, что завтра. Везде только здесь и сейчас. Потому что завтра не существует. Это та ложь, придуманная сатаной. Ты сможешь что-то сделать завтра. Ты можешь завтра написать конспект. Ты сможешь завтра это сделать завтра. Но проблема в том, что завтра это будет сегодня. Завтра нет. Вот. И, друзья, давайте. Я, в принципе, закончу. Давайте, будь Богом и в моменте.